Итак, решил записать отдельное видео по изготовлению выходного трансформатора усилителя мощности. Выходной трансформатор будет изготовлен не на кольцах, а на бинокле. Вот в таком монолитном, амидоновском, BN433312 с коэффициентом трансформации 1 к 4. Практически то, что нам нужно для, допустим, усилителя на RD-16. Первичная обмотка будет в 2 трубки, вторичная обмотка будет внутрь трубок, намотан из MGTF, 2 витка. Соответственно, изготавляются трубки, я их изготавливаю из листовой меди. Это вот 0,2 мм. Если есть готовые трубки, это хорошо, которые плотненько, плотненько, вот тут очень так вот, вот тут, вот тут, аж даже со скрипом входит. Это хорошо. Некоторые, я видел, изготавливают из телескопических антенн. Вот, от ненужного приемника, ненужная антенна. Вот, соответственно, изготавливают из них. Некоторые изготавливают из оплетки кабеля. Но из оплетки кабеля мне лично как-то не нравится. Оплетка расползается по-разному, мотать мне не очень удобно. Я предпочитаю делать из трубок. Трубки, которые есть у меня, хорошие такие трубки с толщиной стенки, там 0,4-0,5, к сожалению, сюда не подходят. Вот, поэтому я решил изготовить трубки самостоятельно. Вот, у меня зато есть вот такая вот медная шина, 0,2 мм. Сейчас даже перепроверю. Да, 0,2. Вот, соответственно, изготовил из миллиметрового одностороннего текстолита вот такие щечки. Одна из них потом разрежется посередине надфилем, там, любым острым предметом. Вот, они немножко разные, немножко неровные. Да, это специально так сделано. Все после того, как трубки будут запаяны, это все потом подрежется. Да, и напильником, надфилем заполируется, будет все красиво выглядеть. Итак, основной вопрос. Как вот скрутить вот такую вот ровненькую трубочку? Еще и чтобы плотно она вошла. Ферритовый сердечник материал, повторюсь, BN433312. Вот, для этого я взял сверло. Это диаметр 4,5 мм. Соответственно, вот она ровняю. Все очень просто, думаю, интуитивно понятно уже стало, что будет происходить, вот, когда увидели инструменты на столе. Вот, с этой стороны отчетливо видно, вот он, пошел второй виток. Делаем поплотнее. Поплотнее. И чем-нибудь еще дополнительно елось. Откручиваю виток. Вот четкая линия, так сказать, отреза. Беру ножницы. Готово. Обратно на оправку. Все. И металл немножко, естественно, имеет пружинность. Вот это сверло 0,4,2 мм, чуть меньше диаметра. Поэтому я на нем сейчас придам форму. Вот. И затем раскрою его нужным диаметром. Все. У нас вот такая вот... Не знаю, видно ли. Все бликует. Вот. Плотненько-плотненько получился маленький зазорчик. Сейчас я его аккуратненько пропаяю. ЛТИ-120 флюс. Можно не пропаивать. Я вот видел, что многие делают и не пропаивают. Я думаю, это даже правильно. Так сверло много на себя берет тепла. Делаем вот так вот. Многие не пропаивают. И, наверное, это правильно. Незачем это тут. Но я как бы из любви к искусству это делаю. Вот. Далее. Сейчас подостынет. Аккуратно надфилем заполирую паечный шов. Затем, соответственно, получится вот такая заготовочка, которая будет плотно сюда входить. Далее вот это вот так вот будет надеваться. Развальцовано и пропаяно. Так, сейчас обработаю напильничком и вернусь. Итак, вторая заготовочка готова. Вот, естественно, где-то будут дефекты. Вот здесь на кончике дефект. Вот здесь вот. А не здесь все пропаяно. Ну, вот только кончик вот здесь дефект. Вот здесь, соответственно, вот кончик дефект. Не допаян. Соответственно, выбираем идеальную часть. Вот она плотненько вошла. Так, здесь у нас вот этот кончик дефект на чуть-чуть. Так. Вот то, что нам надо. Две трубочки. Сейчас, соответственно, немножко подкорректирую отверстие. Можно будет паковать. Вот плотненько насадил щечки трансформатором. И сейчас, соответственно, укорочу до, я думаю, где-то 2-3 миллиметра на глаз. Хватит. Вот сейчас делаю острым ножом такие вот прорези. Они делаются очень легко. Затем, соответственно, аккуратненько раздаю. И вот получается такой вот тюльпанчик, который, соответственно, сейчас будет пропаян. То же самое сейчас делаю, соответственно, на оставшихся трех трубках. Так, развальцевал, раскрыл тюльпанчиком и, соответственно, пропаиваю это все дело. с двух сторон. Так, с этой стороны готово. Все блестит, все красиво. Вот и то же самое сейчас делаю с этой стороны. И так, припаял, бокорезами откусил по краю, по контуру, надфилем доработал и надфилем пропилил посередине. У нас получился первый виток объемный из двух трубок. Вот, а вторичная обмотка, но я показывать уже не буду. Соответственно, будет наматываться раз-два виток. И, как правило, двух витков достаточно. Но двух витков достаточно это для 1,4. А там уже, в процессе настройки, на биноклях очень удобно. Можно пол витка добавить и получить гораздо больше вариантов трансформации, нежели на кольце. Вот и все. Когда забыл, есть такой еще прекрасный вариант, когда в бинокль одним, одной обмоткой мотают раз-два витка, другой обмоткой, другим проводом мотают там 3-4 витка, в зависимости от коэффициента трансформации, который требуется. Вот, работает все. Вот, только люди потом пишут на форумах, что же такое у меня на вычьей диапазонах завал. Большой-большой завал. Вот, ток есть, все греется, а мощности нет. Так вот, ребята, все не просто так. Вот, поверьте, вот такая вот конструкция из трубок. Я сколько не пробовал, лучше ее нету. Вот, в эти диапазоны будут у вас максимально все, что может транзистор отдать. Так что, пробуйте, не так как это много временных затрат создает. Вот, ну, немножко подзаморочиться придется. Вот. Пробуйте, увидите, так гораздо эффективнее и линейнее, точнее, широкополоснее. Всем удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...